Пистолет Макарова, появившийся в 1948 году, характеризуется большой надежностью, практичностью в боевом применении и высокой служебной прочностью. Автоматика пистолета Макарова основана на свободном ходе затвора, не сцепленного со стволом. При движении затвора назад поворачивается и взводится курок. Так извлекается магазин. Магазин снаряжается патронами точно так же, как и магазин пистолета ТТ. С некоторым усилием нажимая патроном на патрон и заталкивая очередной патрон под загибы магазина. Всего в магазин помещается 8 боевых патронов. Этот же магазин вид справа. Заполненный магазин вставляется в рукоятку. Отводится затвор. В одном окне затвора виден патрон под загибами магазина. При движении затвора вперед патрон выталкивается из-под загиба магазина и досылается в патронник. При спуске курка происходит выстрел. Под действием силы отдачи затвор отходит назад, взводит курок. Подхватывает из магазина очередной патрон и досылает его в ствол. При следующем выстреле цикл перезарядки повторяется. После отстрела последнего патрона затвор остается в заднем крайнем положении. Это означает, что в пистолете патронов больше нет. Затвор в заднем крайнем положении удерживается на затворной задержке, точно так же, как у пистолета ТТ. Затвор затворной задержки снимается нажатием на затворную задержку сверху вниз. Предохранитель на пистолете Макарова расположен в задней части кожуха затвора. В нижнем положении предохранителя пистолет с предохранителя снят и готов к бою. При этом можно взвести курок и можно его спустить. Можно сработать самовзводом. Можно открыть затвор. При верхнем положении флажка предохранителя пистолет поставлен на предохранитель. При этом курок взвести невозможно. Самовзвод заблокирован. Затвор не открывается. Система заблокирована полностью. Если курок был взведен и пистолет ставится на предохранитель, происходит автоспуск курка. Но выстрела при этом не происходит. Посмотрите внимательно в глубину механизма. При движении предохранителя вниз уходит так называемый предохранительный зуб предохранителя. Этот предохранительный зуб становится перед курком и не позволяет курку достать до ударника и ударить по ударнику. Перед разборкой пистолета необходимо в обязательном порядке извлечь магазин. Оружие проверяется на незаряженность. Холостой спуск производится в безопасном для окружающих направлении. Для разборки пистолета необходимо опустить вниз и поставить на бок спусковую скобу. После чего затвор оттянуть на себя и поднять его вверх. Снять через ствол вперед. Отсоединить возвратную пружину, вращая ее по часовой стрелке. Так выглядит ударно-спусковой механизм пистолета Макарова. Работа со взведенного курка. Работа самовзводом. Для дальнейшей разборки открутить винт рукоятки. После чего отсоединить рукоятку от ствола назад. Вы видите рамку пистолета с ударно-спусковым механизмом. В различных ракурсах. Сборка пистолета производится в обратном порядке. Пружина на ствол одевается тугим концом. Затвор надевается при опущенной скобе. Проверка на правильность сборки. Автоспуск. Вставить магазин. При всех манипуляциях с пистолетом, вне стрельбы, стреляющий указательный палец необходимо держать на спусковой скобе, не дотрагиваясь им до спускового крючка. При проверке оружия на незаряженность прежде всего извлекается магазин и осматривается на предмет наличия в нем патронов. Если так не сделать и передергивать затвор, этот патрон может оказаться в стволе, что может повлечь за собой несчастный случай. Магазин тщательно осматривается. При проверке оружия на незаряженность, забытые в стволе патроны не такое уже редкое явление. Контрольный спуск только в безопасном для окружающих направлении. После чего пистолет обязательно ставится на предохранитель. Огонь! 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 Продолжение следует...